ТРЕБЕФИЛИЦАНИ, ЭТО МОЙ СЛИЗИ-ИНАТОР! Это современная ферма слизи, которая работает на вот этом зелье. Именно благодаря нему я сломаю Майнкрафт. Но сейчас, скорее всего, у вас очень много вопросов, что здесь вообще происходит. Не волнуйтесь, на них всех я скоро отвечу. Но сначала нам нужно вернуться на несколько десятков часов назад, к началу новой истории севера Бермуда СМП. Если вдруг кто-то ещё не знаком со мной, то давайте исправлять. Это Скаров, и прямо сейчас он вместе с другими игроками вылетает из этой дыры. А в недалёком будущем я с участниками сервера назовём её Колодцем. Забавно, что на колодец эта структура мало чем смахивает, но не обращаем на это внимания. Само собой, я и другие игроки очень удивляются такому началу. И бла-бла-бла-бла. Вы это слышите уже не раз и не два. Поэтому давайте пропустим эту часть и сразу перейдём к сладненькому. А точнее, к особенностям, с которыми не надо столкнуться. Первым шагом надо осознать, что я теперь несу полную ответственность за свою жизнь. То есть случайность смерти, отпадения, взрыва крипера, сгорания в лаве. Или, к примеру, отошёл сделать свои дела, а тебя, бац, загрызли зомби. Короче, эти и тому подобные события караются не просто возвращением к точке респауна, как привычное выживание. Теперь, после каждой смерти, я теряю частичку своей души, которую невозможно вернуть целиком. А только постараться сохранить то, что у меня останется. Или, если опустить весь этот пафос и сказать простыми словами, то после каждой смерти я и другие игроки теряем свои сердца, которые мы можем восстановить благодаря заданиям разной сложности и длительности. Идём далее. Пока я очень ответственно пытаюсь не умереть, бегая ночью в поисках деревни, расскажу, что жители также подвергли значительному ребалансу. Вместо нуднейшего процесса смены профессии у носатых, я буду бегать по всему миру в поисках биомов, необходимых для сбора всех Камней Бесконечности, чтобы получить безграничную власть. Ой, то есть всех жителей, чтобы получить безграничную власть. Во, так-то лучше. За это можно поблагодарить новую экспериментальную настройку у жителей, добавленную в недавних снапшотах. Так, про жителей я рассказал, чтобы планы подвести к ним, про сердца рассказал, а вот на этом моменте я должен скоро умереть. Стоп, не тот сценарий. Ах да, точно, как я мог забыть. Ещё у нас появились долгожданные мешочки. А что я могу про них сказать? Ну, они просто есть. Вроде они даже полезны на раннем этапе игры, но вот вам небольшой спойлер, я ими так и не воспользуюсь. В целом, можно идти дальше, но есть маленькое но, которое не даёт нам этого сделать. Обязательно подпишитесь на мой канал, ведь вся история только начинает набирать обороты и пропускать такой контент просто непозволительно. Хорошо заспидрать. Так, откиснуть одним из первых и потерять сердце считаю пункт выполненным. А если серьёзно, то что это за уровень удачи с самого начала? Нахождение заброшенной деревни, шанс спав на который целых 2%? Я, конечно, ищу деревню, но заброшенная мне совсем не подходит. Поэтому боремся с зомби-жителями за свои ресурсы и продолжаем путь. К большому удивлению, он длился не так долго, ведь пройдя около сотни блоков, я сразу нашёл еловую деревню. В ней я не стану пока останавливаться, но табличку, что эта деревня принадлежит мне, оставлю. Мало ли что может произойти. Для меня сейчас более главной целью является не нахождение деревни, а поиск аванпоста разбойников. Кстати, о нём. Я думаю, многие знают, что города-края спавнятся по линиям. Так вот, абсолютно такая же система работает с аванпостами и деревнями. То есть, найдя любую деревню, я смогу намного быстрее найти аванпост, просто идя по линии. Эта информация со мной поделился Крисен, за что ему огромное спасибо. А пока я вам всё это рассказываю, Скаров уже нашёл аванпост, в котором может появиться очень важный объект, который изменит моё и ваше выживание на до и после. Минус 300, 1700. Илэй! 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 Тихо, не смейтесь. Хоть илэй кажутся бесполезными, но за ними кроется гигантский потенциал, который мне необходимо раскрыть. Но этим мы займёмся чуточку позже. Сейчас я наконец-то могу выдохнуть, ведь всё самое необходимое у меня уже есть. Остаётся всего лишь подготовить место и ресурсы для того, чтобы реализовать всю мою задумку. Поэтому возвращаемся обратно в деревню, где начинаем наше выживание. Обживаю самое большое и удобное здание, а затем освобождаю деревню от лишних деревьев, а также голема. Затем крафчу железную кирку и направляюсь в первую попавшуюся шахту. Добываю кладку угля для факелов и пока я показываю свой крутой скин, чуть не умираю от скелета. На этом моменте у меня вся душа ушла в пятки. Но не будем останавливаться на почти смешном каламбуре, а перейду сразу к нахождению парочки залез железа, из которых я докрафчу себе всю необходимую броню и инструменты. Теперь пора попробовать отыскать свои первые алмазы, ведь с новой генерацией они встречаются очень часто. Спустя пару минут спуска в шахту я сначала нахожу аметистовую жиоду, которой не могу пока воспользоваться, а затем, отбиваясь от крипера, выкапываю свои первые алмазы. А потом еще, и еще, и еще. В целом, на первое время алмазов не более чем хватит. Пока я еще нахожусь в шахте, надо не забыть про редстоун и лапис. В недалеком будущем без них не будет крайне тяжко, если я их не добуду прямо сейчас. К слову о везении. Пройдя еще глубже в шахту, я нашел заброшенную шахту. Видимо, меня прям тянет к заброшкам, но в любом случае, у меня появился халявный способ займить обычные и энергорельсы. Теперь, займев достаточно много ценных ресурсов, пора возвращаться к себе в деревню и решить очень важную задачу для себя. Остаться здесь, в одиноком месте, или встретиться и жить вместе с моими друзьяшками Захаровым и Кристеном. Да, весьма непростой выбор. Вы серьезно мне поверили? С самого начала сезона мы сговорились с ребятами, что по итогу будем жить вместе. Поэтому собираю все свои ценные и не очень ресурсы и отправляюсь в другую деревню. Пройдя пару сотен блоков, я встретил Кристена. А вместе с ним мы продолжаем свой путь до нашей общей деревни, о которой нам говорит Захаров. И вот, когда я вместе с Кристеном добрался до места назначения, пора начать его обживать. Ставлю печки, верстак, затем немного сортирую свои вещи по сундукам и очищаю инвентарь от ненужной ерунды. Затем пора заняться тем, чем обычно занимаются все игроки, когда находят деревню. Создание фермы размножения жителей для получения всех благ человечества за сущие копейки. Но, к сожалению, во время поиска ниток для фермы жителей, я нарвался на отряд из четырех скелетов, которые не дают мне шанса, из-за чего я теряю еще одно сердце. Само собой, спустя некоторое время я возвращаю все свои предметы, но гулять с двумя недостающими сердцами мне не очень хочется. Поэтому решаюсь вернуть их, но для этого мне нужно принести подношение к колодцу в виде золота, в обмен на который я получу задание. Кстати, о заданиях. Пока я читаю, что за дейлик мне надо выполнить, мы с ребятами выяснили, что за железо, алмазы и как раз-таки золото выпадают разные задания. За железо и алмазы колодец выдает задание, которое надо выполнять одному, и взамен ты получишь одно сердце за железо и три сердца за алмаз. В свою очередь, за золото выпадает только групповое задание, за которое я смогу получить два сердца. Ровно столько, сколько мне не хватает. А задание, которое мне выпало, стало... Организуйте гонки на сервере, используйте свиней, это отличный транспорт. Ой, блин. Итак, для того, чтобы выполнить эту достаточно нелегкую задачу, во-первых, надо найти свободных игроков, но с этим проблем нет. Во-вторых, надо крафтить удочки с морковкой, что тоже является не очень сложной задачей. И в-третьих, самое трудное, найти пару сёдел, сказал бы я. Но мне и тут везёт, ведь у других игроков, оказывается, уже есть сёдла. Поэтому гонку на свиньях можно начинать прямо сейчас. Два, один, побежали. Погнал, 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 лошадка, погнал, погнал. Хорош, хорош, не пересекайтесь, не пересекайтесь, не пересекайтесь. Ай, Кристан. Молодец, его трактор. Ладно. Погнали, Кристан, побежали. Кристан, погнали, погнали. Да ёп. О, ещё, ещё, ещё свиньи. Ещё свиньи, ещё свиньи. Я пью, живой. Ладно. Мои, мои. Я устал быть в институте. Мне, 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 мне. Не бога, как уйти, как уйти. Отпусти. Ускоряйся. Погнал. Нет, 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 нет. Экстрим, экстрим. Нет, нет, мы были. Мы живем, мы выше. Они и там пошли, они и там пошли. Мы и так пошли, Кристан. Я пью колу, я заливаю колу и в рот. Какая кола? Мы первей, мы первей, мы первей. Мы первей, мы первей. Всё, мы деревня. А теперь вторую сторону менять себе с вами, да. А давай, давай. Гони, гони, гони. Давай, давай, давай. Гони, гони, делай. Иди, делай. Иди, делай, делай. Мы впереди. Они даже, они даже известны мышки. Как мы переплывём. А, они только там. Всё. Давай, давай, давай. Давай, 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 иди просто. Чем ты раз пьёшь? Ску초, надо печь. Я возьму, паху. Он паху, паху. по итогу этой супер скоростной гонки на свиньях побеждаю я с ребятами а следовательно задание данной статуи можно считать выполненным пора восполнить утерянные сердца замечательно теперь можно возвращаться в деревню и наконец-то достроить ферму жителей а для ее работы я запихиваю пару насадок через вагонетки вот такую колбу нет она не похожа на пробирку затем даю им немного морковки теперь мне остается только ждать появления новых жителей и получать все необходимое из них но прямо сейчас от успешного успеха меня отделять самое простое и одновременно сложное а говорю я про адский народ из него все действия которые я делаю не будут иметь абсолютно никакого смысла зачем и для чего он не нужен поймете чуть чуть попозже а сейчас мы вместе захаром отправляемся в ад итак пока я захаром пытаюсь понять дим появились давайте я расскажу где вообще может появиться адский нарост первое и самое известное место это адская крепость если я ее нахожу то пол дела сделано второе не самое частое но также вероятное место появления на роста это бастион типа жилых помещений нам захаровым повезло самого начала уже встретить бастион который безуспешно лутает винцари и виверок так как они находятся вне самом лучшем положении мы договариваемся с ними что поможет спасти их вещи но весь лут бастиона мы забираем себе неблагородный и нечестный поступок скажете вы а почему бы и нет нам нужен лут с бастиона а им нужны их вещи все выигрыши врываясь на смелости вместе с захаровым мы побеждаем всех пиглинов и спасаем вещи ребят но к огромному сожалению на роста в нем не было поэтому продолжаем свои поиски одолевая бастион за бастионом и находя все больше приятных и полезных ресурсов мы понимаем что нас захаровым уже ничто не остановит но я совсем позабыл про естественный враг любого игрока майнкрафт гравитация в ней нет она я не буду рисковать очередное напоминание что в аду всегда надо быть настороже спустя некоторое время нахожу пиглинов и торгую с ними чтобы я смог спасти захарова из адского плена с помощью зелья огнестойкости затем после удачного спасения проходим около 500 блоков и наконец-то находим адскую крепость и на первый взгляд кажется все победа ура наросты найдены но эта крепость оказалась настолько маленькой что у нее просто нет адских наростов я не отчаялась и решая просто побивать палки из эфритов и кости с визор скелетов но с первой же пачки скелетов я получаю голого визора затем еще одну и не 3 я не смог получить любом случае параллельно с этими невероятнейшими событиями захаров глупо умирает от эфритов да спасая его ресурсы и затем собираю самое ценное и уже в одиночку продолжаю свой путь по поиску наростов пройдя еще около полторы тысячи блоков я наконец-то нашел большую крепость где мне улыбаются удачи и я нахожу драгоценнейшие адские наросты а еще убивают третью голову да так просто я заполучаю нарост и готового визора но теперь мне остается самое интересное поход обратно домой я думаю вы понимаете что без приключений я тут не останусь тем не менее хоть и не без проблем но я прихожу обратно домой где почти совсем необходим я могу реализовывать свою идею и так время вспоминать что в самом начале выживания я за приватил для нас а вам после лэйми момент раскрытия их потенциала настал но сейчас расстояние между мной и лэйми около 5000 блоков понятное дело идти по верхнему миру за ними я не собираюсь поэтому захожу в ад добираясь до самой высокой точки у адской крыши выбираюсь за ее пределы с самым базовым способом затем строю там портал и линку его с порталом верхнем мире вуаля у меня есть портал над крышей бедрока в аду последнее что мне остается сделать так это высчитать нужные координаты и поставить на них портал теперь идем освобождать этих синих красавчиков и затем вести их в новый дом где они точно не останутся до скончания веков новой клетки прекрасно но на этом мы не останавливаемся возвращаюсь обратно к вам пост и заманил к порталу разбойника затем ловлю его в лодку и жду пока у него сломается арбалет ведь дальнейшем я использую для постройки самый первый и очень эффективный фермы железа на сервере в отличие от более популярных аналогов это намного продуктивнее а строить ее вообще не сложно пару кроватей цепей ковров и все готово если кому-то нужна схема этой фермы то ее можно скачать у меня в телеграме да и вообще-то много всего интересного и вот теперь у меня есть очень много железа который я потрачу для торговли жителями и куплю себе все что только захочу но тут я сталкиваюсь последней проблемы которая отделяет меня от успешного успеха мне банально не хватает уровня для создания топ предметов именно эта проблема останавливает большую часть игроков в любом выживании ведь для ее решения приходится строить очередную большую ферму опыта на которую нужны тонны ресурсов но сейчас вы можете забыть об этом ведь версия 1.21 у нас появилась куча новых зелий из которых нам сейчас понадобится всего два зелья заражения и вязкости одно после получения любого урона спавнит чешунец моби а второе после смерти спавнит пару слизней и те и другие мобы дают нам опыт а еще при помощи этих двух зелий я чисто технически могу сломать майнкрафт сервер огромным количеством существ но возвращаемся к главному опыту внимательно следите за руками прямо сейчас будет происходить магия делаю вот такую коробку с костром внутри засаживаю туда одного элея а затем с помощью аметистовых кристаллов и пластинки с проигрывателем начинаю размножать элеев затем варю с помощью наростом камня и пороха взрывное зелье заражения помещая их всех в этот сундук поджигаю костер да кстати на этом моменте лучше сделать вот так ставлю стойку для брони и нажимаю вот на эту кнопочку а теперь просто наслаждаемся шоу да это очень продуктивный и в то же время очень простая ферма опыта который вы только можете построить на этой версии лучше нее только махина на огромном количестве порталов теперь меня буквально ничто не останавливает достижение абсолютной безграничной власти а когда мне же еще жить или тащить из разных биомов неважно ведь мы не дошли к самой важной части всего видеоролика очередной поломки старых привычных ферм помните вот такие многоярусовые фермы слизи для которых копаются целые чанки забываем нахрен об этом ведь вот такая маленькая ферма приносит около 116 тысяч слизи в час а единственное что ей нужно из тяжелого так это зелье вязкости и л и которых я уже помещаю в эту ферму мне просто интересно что должно быть в голове у них что они могут делать это под такую музыку и так зелье заправлены и лэй готовы пора смотреть на результат приготовься с лезинатор почти безупречно значит просто у меня у меня появилось много вопрос во-первых сколько ты как долго ты не спал у них 20 часов и 6 минут во вторых хорошо второго почему был дать деньги он тень неплохо да это конечно не сто шестнадцать тысяч но 10 стаков блоков слизи за пять минут тоже ничего а теперь остается последний вопрос на который я сам пока не знаю ответ куда и на что я буду тратить столько слизи